От джаз-подвала на цокольном этаже до арт-веранды на пятом этаже, от классического искусства до популярных молодежных направлений. В прошлом году Белгородская государственная филармония решилась на уникальный эксперимент – масштабный молодежный культурный фестиваль под названием «Этажи». Организаторы проекта создали арт-пространство, где каждый смог найти для себя что-то особенное. В течение трех дней гостей ждали современные танцы, джаз, хип-хоп, диджеинг, органная музыка, арт-скетчи по искусству, показ самых ярких арт-хаусных кинолент, а также концерты восходящих звезд российской сцены. Беспрецедентный по составу участников и программе форум прошел сразу на пяти площадках, пяти этажах Белгородской государственной филармонии. Культурный эксперимент продолжается, а название этому эксперименту – «Этажи-2017». Уже в эту пятницу фестиваль вновь встретит гостей. Какие сюрпризы готовят в этом году, узнаем из первых уст. У инициатора и организатора проекта режиссера Белгородской филармонии Юлии Шапошниковой. Сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. В этом году ваш фестиваль, фестиваль «Этажи» вошел в топ-10 культурных событий с сентября в России по версии Турстата. Это означает, что популярность фестиваля растет не только в нашем регионе. Да, действительно. Из 30 городов нашей страны уже приобрели билеты. К нам приезжают целыми делегациями, семьями. Также будут гости из-за рубежа, делегации из Франции, 4 французских режиссера представят нам свое творчество на фестивале. Фестиваль – это площадка для экспериментов. В прошлом году был такой симбиоз рок-музыки и органово звучания. Что в этом году будет? В этом году будет огромное количество творческих экспериментов. Но самый смелый шаг сделал Оркестр русских народных инструментов под управлением Евгения Олешникова, художественного руководителя филармонии. В этом году Оркестр русских народных инструментов будет играть не свойственную ему музыку, непривычную. Это музыка современных композиторов. Самое ожидаемое событие этого фестиваля – это выступление на одной сцене Оркестра русских народных инструментов и популярного хип-хоп-исполнителя Ивана Алексеева, известного как «Нойз МС». Ну, должно быть интересно. В этом году, как и в прошлом году, гостем фестиваля будет Александр Могилев, победитель конкурса «Танцуй на Первом канале», хореограф шоу программы «Танцы на ТНТ». В прошлом году он провел несколько мастер-классов. В этом году он готовит что-то новое? В этом году Александр выступит на сцене Белгородской государственной филармонии как исполнитель. Мы увидим балетмейстерскую работу Александра. Что ждет поклонников современной драматургии? Драматурги из Санкт-Петербурга приезжают к нам, и три дня фестиваля будет работать драматургическая лаборатория. Туда уже записались жители нашего города, молодые драматурги из Белгорода, ну или те, кто мечтает стать драматургом. В течение трех дней они будут путешествовать по нашему городу, знакомиться с его жителями и писать пьесу в жанре «Вербатюм». Лаборатория Белгород TXT будет работать три дня, и в завершающий день итогом этой лаборатории станет читка пьесы, которая будет создана питерскими молодыми драматургами совместно с жителями нашего города. Какие еще формы будут представлены на этом фестивале? В этом году фестиваль по-прежнему будет вести свою работу по пяти основным направлениям. Кинематограф, хореография, современная хореография, литература, театр, киноискусство. В прошлом году на фестивале «Этажи» проходили хип-хоп-баттлы на арт-веранде Белгородской филармонии. Завершались хип-хоп-баттлы джем-сейшеном совместным с музыкантами филармонии. В этом году ребята пошли дальше и уже вместе создают шоу «Джаз бит четыре четверти. Сила единства». Это совместный проект хип-хоперов и музыкантов филармонии. Людей, которые до первого фестиваля «Этажи» не были знакомы друг с другом. Шоу состоится в первый день фестиваля. Я думаю, всем будет очень интересно посмотреть, что из этого вышло. То есть фестивалю свойственны эксперименты, новинки, а уже есть какие-то устоявшиеся традиции? Да, фестиваль второй, но у него уже есть действительно традиции. В прошлом году симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии подготовил программу «Музыка-кино». Это саундтреки из известных кинофильмов у молодежи нашего города и гостей города. Эта программа пользовалась популярностью. Мы неоднократно спросили о повторе этой программы. И в течение сезона мы несколько раз показывали аншлаговые концерты. В этом году дирижер оркестра Дмитрий Филатов пишет аранжировки к новой программе и готовит новую программу с оркестром «Симфорок». Это взгляд дирижера симфонического оркестра на рок-музыку. Я не буду раскрывать сейчас все секреты, но зрители, которые гости фестиваля, приятно будут удивлены новому звучанию знакомых, полюбившихся уже рок-хитов. Ну что ж, успехов! Успехов вашему фестивалю! Спасибо! С нами в студии была организатор форума «Этажи-2017» Юлия Шапошникова. От джаз-подвала на цокольном этаже до арт-веранды на пятом этаже. От классического искусства до популярных молодежных направлений. В прошлом году Белгородская государственная филармония решилась на уникальный эксперимент – масштабный молодежный культурный фестиваль под названием «Этажи». Организаторы проекта создали арт-пространство, где каждый смог найти для себя что-то особенное. В течение трех дней гостей ждали современные танцы, джаз, хип-хоп, диджейнг, органная музыка, арт-скетчи по искусству, показ самых ярких арт-хаусных кинолент, а также концерты восходящих звезд российской сцены. Беспрецедентный по составу участников и программе форум прошел сразу на пяти площадках – пяти этажах Белгородской государственной филармонии. Культурный эксперимент продолжается, а название этому эксперименту – «Этажи-2017». Уже в эту пятницу фестиваль вновь встретит гостей. Какие сюрпризы готовят в этом году, узнаем из первых уст. У инициатора и организатора проекта – режиссера Белгородской филармонии Юлии Шапошниковой. Сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. В этом году ваш фестиваль, фестиваль «Этажи» вошел в топ-10 культурных событий с сентября в России по версии Турстата. Это означает, что популярность фестиваля растет не только в нашем регионе. Да, действительно. Из 30 городов нашей страны уже приобрели билеты. К нам приезжают целыми делегациями, семьями. Также будут гости из-за рубежа, делегации из Франции. Четыре французских режиссера представят нам свое творчество на фестивале. Фестиваль – это площадка для экспериментов. В прошлом году был такой симбиоз рок-музыки и органово звучания. Что в этом году будет? В этом году будет огромное количество творческих экспериментов. Но самый смелый шаг сделал Оркестр русских народных инструментов под управлением Евгения Олешникова, художественного руководителя филармонии. В этом году Оркестр русских народных инструментов будет играть не свойственную ему музыку, непривычную. Это музыка современных композиторов. Самое ожидаемое событие этого фестиваля – это выступление на одной сцене Оркестра русских народных инструментов и популярного хип-хоп-исполнителя Ивана Алексеева, известного как «Нойз МС». Должно быть интересно. В этом году, как и в прошлом году, гостем фестиваля будет Александр Могилев. Победитель конкурса «Танцуй на Первом канале». Хореограф шоу программы «Танцы на ТНТ». В прошлом году он провел несколько мастер-классов. В этом году он готовит что-то новое? В этом году Александр выступит на сцене Белгородской государственной филармонии как исполнитель. Мы увидим балетмейстерскую работу Александра. Что ждет поклонников современной драматургии? Драматурги из Санкт-Петербурга приезжают к нам. И три дня фестиваля будет работать драматургическая лаборатория. Туда уже записались жители нашего города, молодые драматурги из Белгорода. Ну или те, кто мечтает стать драматургом. В течение трех дней они будут путешествовать по нашему городу, знакомиться с его жителями и писать пьесу в жанре «Вербатиум». Лаборатория Белгород ТХТ будет работать три дня. И в завершающий день итогом этой лаборатории станет читка пьесы, которая будет создана питерскими молодыми драматургами совместно с жителями нашего города. Какие еще формы будут представлены на этом фестивале? В этом году фестиваль по-прежнему будет вести свою работу по пяти основным направлениям. Кинематограф, хореография, современная хореография, литература, театр, киноискусство. В прошлом году на фестивале «Этажи» проходили хип-хоп-баттлы на арт-веранде Белгородской филармонии. Завершались хип-хоп-баттлы джем-сейшеном совместным с музыкантами филармонии. В этом году ребята пошли дальше и уже вместе создают шоу «Джаз бит 4 четверти. Сила единства». Это совместный проект хип-хоперов и музыкантов филармонии. Людей, которые до первого фестиваля «Этажи» не были знакомы друг с другом. Шоу состоится в первый день фестиваля. Я думаю, всем будет очень интересно посмотреть, что из этого вышло. То есть фестивалю свойственны эксперименты, новинки, а уже есть какие-то устоявшиеся традиции? Да, фестиваль второй, но у него уже есть действительно традиции. В прошлом году симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии подготовил программу «Музыка-кино». Это саундтреки из известных кинофильмов у молодежи нашего города и гостей города. Эта программа пользовалась популярностью. Мы неоднократно спросили о повторе этой программы. И в течение сезона мы несколько раз показывали аншлаговые концерты. В этом году дирижер оркестра Дмитрий Филатов пишет аранжировки к новой программе и готовит новую программу с оркестром «Симфорок». Это взгляд дирижера симфонического оркестра на рок-музыку. Я не буду раскрывать сейчас все секреты, но зрители, которые гости фестиваля, приятно будут удивлены новому звучанию знакомых, полюбившихся уже рок-хитов. Ну что ж, успехов. Успехов в вашем фестивале. Спасибо. С нами в студии была организатор форума «Этажи-2017» Юлия Шапошникова.